Возраст, сепарация детей и как родители должны погружать себя и их в образование. Я где-то слышал, что если ребёнка отправлять в лагерь для того, чтобы он подтянул свой язык, то это нужно делать, что называется, методом жёсткого погружения. Спорт, танцы, что угодно. То есть надо понять, чем ребёнок увлекается, и этим просто его завлечь, если он как-то сомневается. Загрузка вообще школьников в наших школах — это больной вопрос. Физики и лирики решили продолжить тему детства и немножко расширить обучение детей за границей. Так, заглавим этот час эфирный. И у нас в гостях Борис Самарьянов, управляющий партнёр Star Academy. Здравствуйте, Боря. Добрый день. И Дарья Суслова, наша любимая клиническая психолог, психоаналитик. Возраст, сепарация детей и как родители должны погружать себя и их в образование. Наверное, в организованном лагере, где за тобой ухаживают, стирают, кормят тебя с утра до вечера, ребёнок какие-то функциональные новые навыки приобретёт. Что он приобретёт? Наверное, если он первый раз едет, вы посмотрите, сможете ли вы без него какое-то время находиться. Да, прожить. Сможет ли он без вас находиться. Если это всё-таки иностранный лагерь, ему будет намного сложнее, потому что ему придётся общаться со сверстниками, если там мало русских будет, русскоязычных. Если это не важно, он может и поехать в любой лагерь на территорию России, ему всё равно придётся выстраивать какие-то новые взаимоотношения без родителей и присутствия посторонних людей. Я когда-то слышал, что если ребёнка отправлять в лагерь для того, чтобы он подтянул свой язык, то это нужно делать, что называется методом жёсткого погружения. Нужно его отправить туда, где не будет никого, кто понимает по-русски. И только тогда он вынужден будет, здесь главное слово, вынужден разговаривать на другом языке. В твоём конкретном случае ребёнок не страдал, не переживал или звонил, вот как? Ну, он у меня не первый раз едет в лагеря, он и в спортивный лагерь был, и в Артек я его отправлял. То есть он у меня социальный ребёнок, поэтому я вижу, какой он приезжает после каждой смены, после спортивного лагеря, после Артека. Конечно, он самостоятельный, он, конечно, набирает словечек интересных и всяких историй. Да, это они быстро делают в этой середине. Да, приходится на эту тему общаться, но это тоже опыт, как бы, и я считаю, что это очень... Я вижу просто сдвиги, и мы видим на всех детях, которые от нас уезжают, вот родители, которые отправляют, мы видим положительный опыт, мы видим очень много историй и успеха, которые дети добиваются. Это, например? Ну, вот недавно у нас мальчик, но это уже более старший, 10 класс, мы его отправили на полгода в Канад, в государственную школу. То есть папа договорился со своей школой, что он уехал. Он занимался музыкой, играл на саксофоне, английский хотел поправить, ну, если кто знает, такой экзамен. IELTS он сдавал, 6 баллов получил. За полгода он, значит, мало того, что английский до 7,5 поднял, это очень высокий результат. Будучи вот таким активным ребенком, он взял кружок немецкого языка, в школе не было. А мало того, он еще организовал свой джазовый коллектив и уехал в Калгари на гастроли и получил призовое место. То есть, понимаете, вот за полгода ребенок вот создал себе вот такую среду, где он стал лидером, что-то добился, и папа был просто в восторге. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...